Привет и добро пожаловать в бисерное королевство зеленой птички! Сегодня, впрочем, как обычно, мы будем делать красоту! Все модники уже носят такие крупные бусы из огромных жемчужин, и я предлагаю нам тоже к этому присоединиться. Тем более, что у нас в интернет-магазине greenbird.ru есть материалы для этого украшения. Нам понадобится хлопковый жемчуг большой. На самом деле можно брать пластмассовые бусины, но я вам скажу честно, пластмасса – это не шик, это не роскошь, а это cotton pearl. Котоновые жемчужины сделаны из натурального хлопка. Они есть у нас разных размеров, есть вот такие большие, 25 мм. Видите, здесь написано Made in Japan, это японское производство. Поменьше, 20 мм, 18 мм, и самые маленькие, ну, насколько это возможно, 12 мм. На самом деле есть еще меньше, помните, мы с вами делали такую весюлечку для телефона, вот здесь в подсказках я оставлю ссылку, здесь как раз я использовала хлопковый жемчуг, вот, это то же самое, просто помельче. И еще этот жемчуг есть у нас разных цветов, не только белый, не только из белого делайте. Есть еще, сейчас я покажу вам все оттенки. Этот цвет называется Rich Grey, богатый серый. Есть вот такой вот, просто серый грей. Видите, как он отличается от богатого? Да, это побогаче, действительно. Есть вот такой вот, Rich Green Black, богатый зелено-черный. Это black, просто черный. И вот такой очень тоже красивый жемчуг, бронзовый. Не обязательно делать классические белые вусы, например, вот под такой вот жакет, может быть, будет лучше даже просто бронза. Такая тихая, спокойная роскошь. Но я буду работать в белом, потому что это классический цвет, он подходит ко всему, и он лучше выглядит на камеру. Такой вот момент, чтобы вам просто было лучше видно, как я с ним работаю. Также мне понадобится битборд, это инструмент вообще супер-пупер. Дальше в видео вы узнаете, для чего я использую. В общем, полный список материалов, которые я использовала, вы найдете в описании под этим видео. Заходите туда, заказывайте у нас в интернет-магазине greenbird.ru все нужные материалы, или приезжайте к нам в шоу-рум в Москве, на улице Большая Черемушкинская, дом 25, строение 97. Крыльцо с гирляндой. В этом творческом, красивом, светлом, вдохновляющем пространстве вы найдете все для создания такого колье и многих других украшений. Бисер, бусины, инструменты, ниски, тросик, в общем, все-все-все. Приезжайте к нам в гости, мы работаем без выходных. Иногда мы закрываемся на государственные праздники, поэтому всегда смотрите расписание у нас на сайте. Я начну работу с того, что распакую. Высыплю жемчужиной. Я возьму сейчас 12 миллиметров и сделаю из жемчуга 12 миллиметров просто чокер. И это вообще элементарно. Ой, как красиво! Вот оно, вот оно. Момент истины настал. Смотрите, для того, чтобы чокер у вас получился той длины, которой нужно, я в битборде вот так эти жемчужины просто разложу в эту ложбинку. И вот сколько тут жемчужин. Я их потом все на тросик надену. Битборд для этого нужен. Просто выкладываем все и смотрим, сколько жемчуга нам понадобится на наши колеи. Я вам потом скажу, сколько жемчужин я использовала. Сама еще на самом деле не знаю, сколько я возьму. Буду смотреть по себе. Ведь можно делать покороче, подлиннее. Буду решать в процессе. И теперь я беру самую крупную жемчужину. Это 265 миллиметров получается, да? Самая крупная 25 у меня. Я ее выложу в центр своей композиции. А может быть, три таких. Три крупных жемчужины у меня будут здесь в центре. Это 25 миллиметров. Теперь беру 20 миллиметров. Положу-ка я по две с двух сторон. С одной, две. Сюда. Такой у меня будет градиентом. Снизу будут самые крупные бусины. И они будут постепенно уменьшаться. Наверное, еще по три сделаю. Теперь открою бусины 18 миллиметров. У меня прям пачки свежие. Только с завода ко мне приехали. Но они продаются поштучно. Эти жемчужины продаются поштучно. Поэтому посчитайте, сколько вам нужно. Можете, как у меня, сделать. По три кладу тоже с каждой стороны. Может быть, еще добавить большую, как думаете? Давайте по четыре сделаем. Что мы вообще? А дальше все будет 12 миллиметровыми. Только какие-то они маленькие. У нас нету каких-то по... А нету у нас, Даш, ничего между ними. Да, есть. Между ними еще 16 миллиметров принесла. Добавляем 16. Смотрите, какой плавный теперь получается переход. 12, 16, 18, 20, 25. Вот так. Опа. Очень красиво. Ну, просто шикарно. Просто роскошь. Я начну с того, что возьму тросик. Мой любимый флекс рай. Здесь 21 нить. На самом деле, можете брать любой. Просто 21 нить. Это первое, что попалось мне под руку. 21 нить. Долщина 0,20. Вот такой вот тросик я взяла. Повторюсь, что это не принципиально. Можно брать любой. И начну с самого простого колье. С того, которое у меня будет внизу. С 12 миллиметрового. Все бусинки я теперь беру и нанизываю на тросик. По одной. Вот так вот раз. Нанизываю. Кстати. Ха-ха-ха. Не так-то просто это оказывается, потому что внутри у хлопкового жемчуга хлопок. И иногда он там ворсится. Точнее, тросик его ворсит. И не проходит через бусинку. Если с вами такое происходит, сейчас покажу. То, что можно сделать. Вам помогут вот такие специальные инструменты. Это называется расширитель отверстия. Берем вот такой желтый. Или вот такой вот красный. И такие вот как бы надфили. Шершавые, шероховатые. Так, я возьму вот этот, который потоньше. Вставляем это в жемчужину. Сначала с одной стороны вот так вот вставили, покрутили. Видите, он прошел насквозь. Все. Значит, путь здесь свободен. Значит, сюда спокойно теперь войдет тросик. Да, видите, тросик теперь проходит. Помогайте себе инструментами, если есть такие какие-то моменты. Расширитель отверстия идеально подходит и для обычного жемчуга, и для искусственного жемчуга, кристального жемчуга, для жемчуга майорка и для хлопкового жемчуга. Все, а теперь я просто нанизываю все свои бусинки 12 миллиметров на тросик. Одну за одной, одну за одной. А пока я это делаю, не забудьте, давайте договоримся, пока я это делаю. Вы поставите нам лайк, подпишитесь на наш канал, напишите какой-нибудь комментарий, например, о том, как вы рады меня видеть, и какое классное колье я придумала для вас сделать. И как вы всегда о таком мечтали, и как ваша мечта уже скоро осуществится. А мы вам в этом поможем. А еще, кстати, можете посмотреть здесь в подсказках видео, по тому, как сделать вот такие же сережки, как на мне. Это сделала я сама, такую красоту придумала, сделала, и более того, показала вам здесь в подсказках мастер-класс, вы можете сделать такие же сережки своими руками. Кстати, недавно кто-то в чате бисерного королевства делился фотографиями, сделал такие сережки, и это так приятно смотреть, как вы делаете украшения по нашим мастер-классам, как вы украшаете себя, подруг, весь мир вокруг, такие красивые, нарядные ходите, и потом показываете фотографии ваших работ. Поэтому обязательно показывайте, присоединяйтесь к нам в бисерное королевство. Бисерное королевство – это чат в Телеграме, здесь в описании под этим видео я оставлю для вас ссылку. Заходите туда, присоединяйтесь, общайтесь. Там все вы и все наши дорогие клиенты, подписчики, все те, кто интересуется созданием украшений, мы там делимся своей красотой, вдохновляемся, общаемся. В общем, обязательно выкладывайте туда фотографии, потому что я смотрю там все и восхищаюсь тем, какие вы талантливые. Татьяна, поступил вопрос к нашу студию. Татьяна, покажите, пожалуйста, бусы, которые на вас поближе. И вы такие, наверное, подумаете, что? Что она несет? Она несет. Возмездие во имя Луны. Сейчас я покажу поближе свои бусы. Это бусы-трансформер, которые я сделала сама. Здесь в подсказках оставляю для вас ссылку на этот мастер-класс. Тоже заходите, смотрите. Я купила такую блузку и подумала, боже мой, они идеально подходят и туда тоже. На самом деле, эти бусы мы, по-моему, какое-то огромное количество способов носили. И пояс, и туда, и сюда, и вот так вот тоже они очень красиво смотрятся. Сделайте себе такие и будете все красивые. Хотя, конечно, о моих бусах никто не знает, только вы теперь. Так, вот я набрала нитку. Давайте примерим, посмотрим, сколько получается. Но мне кажется, кажется, нормально. Он должен быть прям под шею. Тут еще здесь замочек добавится. В общем, у меня вот такой длины. Вы решайте сами, какой вы хотите. Кстати, как узнать, сколько бусин вам понадобится для вашего чокера? Очень просто. Если эта бусина 12 мм, а вам нужно длиной, ну, например, 20 см, то тогда мы делим 20 на 12. Сколько 12 мм их бусин вам нужно для того, чтобы сделать отрезок 20? Понимаете, да? Берете ниточку, вот так вот вокруг шеи ее обматываете, решаете, какой длины вам нужно. Добавьте еще немножко с учетом того, что бусины объемные. И дальше вот разложите. Здесь у меня 33 бусины. Ну, не знаю, кому понадобится чокер длиной 20 см, но, возможно, кому-нибудь понадобится. Тут у меня где-то 40 уже, да, получается. 33 на 12 сколько? Ну, короче, поняли, да? Сейчас я покажу, как сделать замочек. Кстати, советую вам посмотреть супер-видео вот здесь в подсказках, оставляю для вас ссылку. 6 способов, как закрепить замочек на тросике. Можете выбрать любой из них. Я показываю один из тех, которые мне пришли сейчас в голову. Берем кримп и надеваем его на тросик. Затем берем подковку. Это протектор для тросика. Проходим по ней. Возвращаемся в обратном направлении через отверстие. Дальше. Это момент, когда мы надеваем замочек сюда. Вот так вот раз продеваем его. И дальше возвращаемся через кримп обратно. Вот так. Здесь получается вот такой вот сэндвич. Кримп, подкова, на нее повесили замочек и обратно через кримп вернулись. Чуть-чуть здесь ее сожму, чтобы она лучше входила в кримп. И теперь инструментом вот так вот сделаю круглую бусинку. Зажала, повернула, зажала, повернула, зажала, повернула. Несколько раз так сделаем. Видите, этот инструмент, magical crimper, волшебный кримпер, превращает кримп в аккуратную бусинку. Еще вот так вот сверху ее раз, сплюснули. Теперь возьму кусачки. Отрежу тросик, скажу, кусь. И сверху надену бусину на кримп. Это для красоты, потому что этот кримп будет темнеть, отличается по цвету. А вот уже бусина на кримп, она такая делает красоту нам тут. Так, вот ее надеваю на кримп. И дальше любыми кусачками, плоскогубцами, нет, не кусачками, плоскогубцами лучше. Я вот кримпером тем же самым ее сверху тут зажимаю. Все, смотрите, я поверх этого кримпа сделала вот такую вот аккуратную бусинку. Такая получается красота. Теперь я перекидываю сюда все свои бусины. Скажу кусь, отрежу кончик с катушки. Кусь. Ставлю кончик вот такой небольшой, примерно 5 сантиметров. И с другой стороны сделаю абсолютно то же самое. Итак, я добавила замочек с другой стороны, вторую часть, цепочку. И тадам, у меня получается вот такая красота. Колье готово. Как же красиво. А теперь я все то же самое сделаю со своим вторым колье. Я возьму тросик, нанежу на него все эти бусины, которые я тут градиентом приготовила. Но сначала вы примерьте, посмотрите, убедитесь, что вот это колье, оно вам подходит по длине. Дальше положите это все рядышком. Убедитесь, что второе колье должно быть чуть-чуть подлиннее, чем первое. Потому что они будут носиться одно над другим. И тогда уже после этого вы сможете все сделать. У меня как раз здесь, мне кажется, все получается как надо. Все идеально. Здесь крупные, здесь мелкие. Вот так вот оно идет. Соответственно, получается, что ну вот как-то так оно будет. Три здесь, три здесь. Вот. Видите, как красиво. Сейчас я это все, эту всю красоту нанежу и покажу вам, что у меня получилось. Сейчас надо срочно мне сделать колье еще в богатом сером трете, пока это все не вынесли из нашего магазина. Потому что поставки из Японии, на самом деле, японцы-то сказали, что не будут нам больше это отгружать. Так что я не знаю, где мы купим этот джемчуг после того, как он у нас закончится. Поэтому срочно, до выхода мастер-класса, Таня берет себе богатый серый, какой я там еще хотела, и сделает себе еще парочку чокеров, пока все не раскупили. Старые бусы я собрала точно по такому же принципу. На тросик нанизаны бусины. Кстати, посмотрите, сколько здесь штук. Три самых крупных в центре, потом по три, по четыре, помельче с каждой стороны, потом три еще мельче, две и три. Это вам для того, чтобы было проще подобрать бусинки. В описании под этим видео мы сделаем раскладку, сколько конкретно бусин здесь и здесь. Вот такая получилась красота. Замочек я сделала точно таким же способом. Берите один из тех шести, о которых я вам уже рассказала. И самое главное, это очень модно, это очень модно носить вот так. Прям вот целой кучей. Вот прям вот так вот. Все самое лучшее сразу прям вот так вот носить. А на самом деле можете еще и еще и еще наверхать. Я думаю, что вы видели, видели такую красоту в блогах и в запрещенных соцсетях. Кстати, давайте примерим, посмотрим, как это выглядит. Вуаля! Вот такая получилась красота. Шикарные бусы, я просто не могу налюбоваться на них. Обязательно сделайте себе такие. Это сейчас просто последний писк моды. Реально, это прям тренд. Очень многие топовые блогеры, звезды, стилисты ходят так. И мы с вами теперь тоже будем. Не забудьте поставить лайк этому видео. Я знаю, оно вам очень понравилось. Подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Отправьте это видео 10 своим подругам для того, чтобы вас впереди ждало 10 лет вдохновения и счастья. Напишите что-нибудь в комментариях. И до новых встреч. Спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы с нами. Пока-пока. Бросить все избежать, бросить все избежать, сказать нет. И я не хочу так страдать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok